Давайте разберем этапы решения задач, которыми вы должны руководствоваться при решении любой задачи. Первый этап решения задачи – это постановка задачи, то есть описание абстрактной задачи. Следующий этап – это формализация, то есть перевод нашей задачи на математический язык. Третий этап решения задач – это составление алгоритма, который решает математическую задачу. Четвертый этап – это программирование, то есть реализация нашего алгоритма на некотором языке программирования. Ну и последний этап – это тестирование, то есть нам нужно протестировать нашу написанную программу. Давайте возьмем пример и разберем ее. Наша задача звучит следующим образом. У нас есть футбольное поле размерностью А на Б. У нас есть коля, который находится в левом нижнем углу. Его задача – попасть в правый нижний угол, но он хочет потратить на это минимальное количество расстояний. Задача поставлена, давайте ее формализовывать. Формализация задачи звучит следующим образом. У нас есть прямоугольник размерностью А на Б. Наша задача состоит в том, чтобы найти минимальное расстояние от левой нижней точки до правой верхней точки. Давайте придумывать алгоритм. Как мы знаем из курса математики, минимальное расстояние от левой нижней до правой верхней – это диагональ прямоугольника. Чтобы найти диагональ прямоугольника по известным сторонам прямоугольника, нужно воспользоваться теоремой Пифагора. То есть, С равно корень квадратный из А в квадрате плюс Б в квадрате. Алгоритм составлен. Давайте переходить к следующему этапу решения задач. Следующий этап включает в себя реализацию нашего алгоритма на некотором языке программирования. Мы будем реализовывать наши алгоритмы на языке программирования C-Sharp. Ну и последний этап решения задач – это тестирование. Наша задача составить так называемые входные данные. В данном случае у нас входные данные – это стороны прямоугольника. Посчитать выходные данные, то есть в данном случае посчитать, чему будет равна диагональ прямоугольника, и проверить это на нашей программе. Вот и всё.